То, что она говорила, вот эта подруга, да, это полнейшая ахинея, она несла полнейшую ахинею, свидетельствующую о полной ее юридической безграмотности. Она приписывала мне слова о том, что я якобы говорил, что поеду в ООН. Я никогда в жизни не говорил, что я поеду, я не идиот, потому что в ООН там никого не принимают, там только принимают жалобы письменные, вот, а никого не принимают там и не выслушивают. И даже при рассмотрении жалоб комитет по правам, он не выслушивает то лицо, которое подало жалобу. Он не выслушает его. Конечно, это слишком эмоционально, но она еще вас посчитала предателем. Предателем. Ну, а в чем основно предателем? Что я не поехал туда, что ли? На чем? О том, что вы не пришли в Верховный суд, который якобы согласился пересмотреть? Что, якобы? Ну, я говорю, ахинею. Она, я говорю, несет ахинею. Все мои доводы, еще раз я говорю, вы прочитайте, я всем говорю, корреспондентам, вы прочитайте мое ходатайство. Все, что я хотел и мог бы сказать, изложено в моей жалобе. С юридической точки зрения я разнес в пух и прах всю их доказательную базу о виновности Челаха. Разнес юридически. Если бы у нас был справедливый суд, беспрестрастный, то он бы однозначно вынес бы оправдательный вердикт. Есть единственный способ показать свой ум по отношению к глупцам и тупицам, это не разговаривать с ними. Поэтому, в чем мне комментировать? Когда я начинаю комментировать какую-нибудь, я говорю, ахинею, то я сам, как бы, получается, я оправдываюсь. Зачем мне? Я знаю, что я прав, что придавать интересы. Я ничего не придавал интересы, да? То, что я не поехал, я изначально сказал, что я не поеду на предварительный служб. Это формальная сторона Уголовно-процессуального комиссии 459-я статья «Основание для пересмотра дел в порядке судебного надзора», где говорится, что дело в порядке судебного надзора пересматривается так же, так же, если, вот эти слова, так же, если, И стоит, вторым пунктом стоит, там, Б, пунктом Б стоит, если лицо осужено к смертной казни или пожизненному заключению свободы. То есть, если лицо к смертной казни приговорили, значит, вот это уже является основанием для, безусловно, пересмотра в порядке надзора. Если лицо осудили к пожизненному лишению свободы, это является основанием для пересмотра в порядке надзора. Все. Других вариантов нет никаких. Я вот обратил на это внимание, когда ходатайство писал, но я не стал описывать, вот то, что я сейчас вам говорю, императивность этой нормы, я не стал описывать это, умышленно не стал описывать. А для того, чтобы я убежден был, либо по незнанию закона, вот эти судьи Верховного Суда, либо умышленно они умолчат об императивности и откажут. Я же на 99% был уверен, что они откажут все равно в пересмотре. Да, конечно, но я просчитываю и предвижу, зная, ну если направленность судов была признать его виновным, и все это подтвердили вышестоящие суды, то я и предвидел, что как они могут назначить пересмотр, значит, тем самым они признают упущение нижестоящих каких судов, то есть апелляционной конституционной инстанции и первого суда. Если на 72 листах приведено там порядка 50 доводов, чтобы ни один довод был мой неверный. Ну, ни один. Так вот, эти суды все, апелляционные, конституционные и Верховные, ни один мой довод не признали. Ни один. Поэтому они полностью отвергают мои ходатайства и жалобы, да, полностью отвергли, ни одного довода не признали. Еще раз подчеркиваю, ни одного. Вот это очевиднейшее нарушение законности. Очевиднейшее. То есть отбросим все мои остальные доводы про гильзы, про трупы, там, все отбрасываем. Все это чушь собачья, Сарсенова. Так? Но они обязаны были назначить, возводить надзорное производство только лишь по факту того, что он осужен по жизненному лишению свободы. Мне опортилило вот это все. Я, честно говоря, вот воспитан на правде, так, и работал в органах, и отец мой пример мне. Поэтому я не могу терпеть вот эту несправедливость. Это одна сторона. А во второе, вот это противно мне судебной системе. Я же говорю, я поставил себе цель. Я сразу сказал, что защищать я его интересы буду, реально защищать его интересы. С буквы закона, все как положено. Но, с другой стороны, я хочу показать порочность всю нашу, еще раз на громком деле, показать всю порочность нашей судебной системы. Я считаю, показал. Весь народ, вот, куда я не приду, на базар, в магазин, ко мне подходят, особенно русские все подходят, руки мне жмут, спасибо говорят и казахи, и русские, все подходят. Простой народ понимает, что... А что мне бояться? Ну, что мне, на седьмой десяток лет, 61 год мне, я буду кого-то бояться, что ли. Что мне бояться? Ну, убьют, убьют, там, что-то сделают, сделают, ну, хрен с ним. Вот. Ну, я не раб, я не холоп, я не червяк. Вот. Я имею чувство, собственно, достоинства, честь имею. Вот. И я говорил, и всю жизнь говорил, и говорю в глаза. То, что я думаю, то и говорю. Чемодан не мог носить никому, спину не мыл, в банях никому никогда. Да. Поэтому, что мне бояться? Вот. Ущипнуть они меня ни за что не могут. Жена пенсионерка, дети в других странах. Поэтому, что они мне? Вот квартиру имею больше, больше ничего не имею я. Ну, машину имею. Вот. Все мои, то, что я нажил своим трудом и своим мозгами, с трудолюбием и порядочностью своей. И любому человеку в глаза смотрю, никто мне, ни один, я убежден, ни один человек мне не скажет, что я подонат. Что я кого-то обманул, кого-то что-то объегорил там или еще что-то. Ну, я поэтому сплю спокойно и знаю, что совесть у меня полностью чиста. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok